Добрый вечер! Добрый вечер! Всех с Новым Годом! Слушайте, это большое счастье! Я когда написал с просьбой давайте выйдем в эфир 1 числа я не ожидал, что вы согласитесь по-честному, но это такое счастье видеть вас сегодня у нас в эфире. Да ладно вам, я сидела сейчас в Excel и обсчитывала последнюю статистику что у меня трудно выйти. Ребят, ну не смешно. Мы восхищаемся вашей работоспособностью вот честно. Хотим, когда вырастим, быть похожими на вас. Перед тем, как задам первый вопрос, короткое напоминание. Поставьте лайк, пожалуйста, пишите свои вопросы в чате и подписывайтесь на наш канал. Вы вчера смотрели какую-то трансляцию, какое-то обращение к жителям России? Ой, да, я вчера смотрела, пересматривала, потому что я его лет 15 не видела, фильм великолепный с Бельмондо. И мы даже в 12 часов как бы ничего особо не отмечали, просто хохотали, как подорванный. И это был удивительно прекрасный Новый год, когда ты отключился напрочь. Потому что более ироничного фильма поискать. И он очень славный. То есть название не сказали, что за фильм? Великолепный, с Бельмондо. У нас пешком под стол ходили, когда он появился. А я его не смотрела. Ну, он же в советское время вообще-то был снят. Ну, в смысле, по Франции, но в те годы. И я его не видела больше 30 лет и просто ухохоталась. Настолько это классно. Надо уметь отключаться иногда. Поэтому упаси, Господь, я ничего не смотрела. Я помню, когда я первый раз посмотрел этот фильм, это было где-то в середине 90-х. Тогда была такая, ну, как бы мода на современном российском телевидении. Рассказывали про фильмы советской эпохи, зарубежные. И, собственно, те, кто были сняты, те, которые были сняты в Союзе. И там были такие подводки, ну, про актеров, про съемочную группу, про то, какую кассу эти фильмы собирали, если они не выходили в прокат. И вот тогда я познакомился с этим большим пластом. Сейчас кому-нибудь скажешь фильм, там, не знаю, великолепный, там, не знаю, никто из молодежи скажет, я чуть не знаю, что это за кино. Конечно, не знают. Они Бельмандо тоже не знают. Но это же наша эпоха. Поэтому мне было дико приятно. И потом я очень люблю стебные фильмы для такого количества самоиронии, что душу просто греет. Это прекрасно. У вас есть какие-то новогодние традиции семейные, может быть, или с друзьями? Мы как-то 31-го в баню не ходим. Это совершенно точно. Если вы помните этот фильм, нет. Тихо, тихо, долго. Города не путаете, да. Города потом... Да, не-не-не-не. Все понятно. Мне хватает того, что по работе, поэтому спрятаться, отключиться, это самое большое удовольствие. А поскольку это получается почти исключительно в Новый год, ну вот пользуйтесь. Я еще хочу завершить блок личных вопросов, ну если это можно так назвать. Вы, Наталья Васильевна, родились недалеко от Ухты, республика Коми. Нет, я родилась во Владимирской области. А выросла? В сангородке, в Ярике, родился мой брат младший. А, вот так вот. Но детство происходило, вот Ярига, это поселок, нефтяной поселок, дальше Ухта, Иссык-Тывкар, я из Воркуты. И я вспоминаю свое детство или по фотографиям, и всегда Новый год был, это какой-то такой большой праздник для шахтеров, для геологов, люди выходили на центральную площадь, ну чтобы как-то быть всем вместе. Для меня вот это одно из самых ярких воспоминаний, единения людей, вот таких еще романтиков, геологи, романтики, друзья моего отца. А у вас какие были воспоминания о том, как проходил Новый год на севере? Ну, помню-то я уже, конечно, только Ухту, чисто семейный праздник, и соседи, с которыми мы очень дружили, наш третий этаж, соседняя квартира, второй этаж, и мы просто или сразу садились вместе, или посидев с семьей, ходили потом по своему этажу или по соседнему, потому что действительно люди очень дружные, но никакие площади мы не ходили, никакого единения, простите, Господи, нет, не было. Просто с хорошими людьми, дети все примерно одного возраста, носились, старшие выпивали, и все было хорошо. Я очень люблю рассказывать про свое детство, я провел его на севере, и для меня это большое отличие от того, когда я приезжаю в Центральную Россию, в Южную Россию, приезжал раньше, то там, когда дети рассказывали, ну, это мои ровесники, как у них проходило детство, это было совершенно по-другому, я сильно удивлялся. И уж тем более Варкута, ну, и в своем роде Ухта, это такие, ну, моногорода Варкута, в частности, в Ухта, город Нефтяников, и там тоже какая-то другая специфика была. Вы как-то можете описать, что ли, вот что такое моногород Ухта в вашем детстве, как он менялся, потом, если у вас есть понимание? Ну, я уже где-то это рассказывала, но давайте коротко повторю, хотя я не люблю личные истории, но тем не менее. Это был по сталинским лекалам построенный город, трехэтажек, хорошо, таких вот, таких, ну, не с колоннами, но такой вот культурно-аккуратный центр построенный. Бараки-то были уже дальше, а центральная площадь и несколько центральных улиц являлись собою вот классические, такие послевоенные сталинские дома, когда сделаете мне красиво. Это первое. Второе, это город был ссыльный, и у нашей школы было много учителей, которых были, ну, из семей московских и питерских. Потом, конечно, они уже уезжали, но кто-то не сразу. Соответственно, правильный русский город, абсолютно русский город, Коми там практически не было. Я очень удивилась, переехав в Сыктывкар, потому что я, честно, мне очень стыдно в этом признаться. Я там, живя в Ухте, не подозревала о существовании Коми народа. Он как-то так вот по периметру не просматривался. И уроков краеведения вот такого типа тогда не было. Третье, северяне все действительно немножко другие, они дружные, там чувство локтя очень развито, и люди более открытые и доброжелательные. Это правда. Поэтому я в жизни своей там мата не слышала. Ухте, просто не слышал. И люди как-то так очень по-человечески, дружелюбно относились друг к другу. Вот это ключевые воспоминания ухтинского детства. Извини, я вспоминаю последние годы в Ухте. Я приезжаю в город и вижу, например, афиши, концертов очень большого количества звезд и немного цены другие. Даже внутри одного региона, если сравнивать Сыктывкар, Ухту и Воркуту, Ухта на их фоне выглядела очень, ну, более богатым, что ли, городом. Там было просто больше денег. Да. А это отражалось... Ну, потому что нефтяники, ну, что вы хотите. Сейчас айтишники новая нефть, но никуда не делась и старая нефть. Это просто город, ну, сейчас он лукоиловский, не знаю, сидит ли там хоть какое-то подразделение, но, видимо, сидит и платит немножко бюджет города. Там у людей зарплаты получше. Поэтому, да, все так. Ну, вот я как раз из южных городов, я сам из Воронежа, и я понимаю, о чем вы говорите, когда описываете вот эту разницу, потому что у нас немножко пожестче люди и такие более, ну, куркулистые, что называется. Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, вот, когда у нас сейчас зашла речь про разницу между разными городами, а я все-таки всю жизнь прожил в Воронеже, в городе-миллионнике, я вспомнил вот такую концепцию четырех России, о которой вы говорили, и я вот перед эфиром нашел ее в «Ведомостях» ровно 12 лет назад, там, в декабре 2011 года, и, насколько я понимаю, речь идет о том, что вот экономика России, она складывается из таких больших городов, там, мегаполисов, которые уже постепенно переползли в постиндустриальное общество, из городов промышленных, моногородов, из такой сельской местности, состоящей из ПГТ, из, ну, то, что принято называть глубинкой, и четвертый элемент вот этой картины, четвертая Россия, это довольно специфические регионы, как Северный Кавказ, Южная Сибирь, и так далее. Вот скажите, пожалуйста, как все эти четыре сегмента, вот, ну, давайте там с 2011 года поменялись, как на них повлияли события вот двух последних годов, с чем они входят в 2024? Ну, изменения, конечно, есть, беда в том, что мы их померить не можем. Городская статистика опаздывает на два года, то есть, сейчас у нас только 21, сами понимаете. И мы можем только последствия ковида оценить. Да, не более. И, соответственно, и она убогая очень муниципальная статистика. То, о чем я писала и вы пересказали, это все-таки более широкий пласт, там и социальные вещи какие-то, они статистикой-то особо не меряются, это в ощущениях. Это очень хорошо видно по социологии, как отличаются крупнейшие города по своим ценностям, предпочтениям от других. Теперь, что поменялось? Ну, в той давнейшей статье о ведомостях я последними словами очень оптимистически написала, что раньше или позже мозги перевесят. Но пока мы этого, мягко говоря, не наблюдаем. Пока мозги стали не перевешивать, а перетекать за полосатые столбы. И мы это видим, и совершенно понятно, что первая крупногородская, самая модернизированная часть страны теряет человеческий капитал. Ничего хорошего в этом нету, это всем понятно. А те, кто как бы не уехали, они как-то притихли, давайте я вежливо скажу, они притихли, понимая риски нынешнего положения. Поэтому первая Россия, безусловно, проиграла, но за исключением бюрократии, которая тоже в ней сидит, которая, если она гражданская бюрократия, да, она, конечно, впахивает сейчас, потому что в кризисные времена им приходится действительно очень много работать, а силовая бюрократия, ну, ее становится все больше, что тоже структурно меняет несколько первую Россию. Люди образованные, зарабатывающие на хлеб без государства, своими умениями и навыками, да те же айтишники, их тупо стало меньше. Поэтому первая Россия проиграла. Вторая Россия очень по-разному. Все, что мы называли городами ВПК, выиграла, безусловно, резкий рост зарплат, нет никаких проблем не то, что с занятостью, а есть острейший дефицит рабочей силы. Отчасти выиграли и гражданские отрасли, которые промышленные, по той простой причине, что и там вот это перетягивание рабочей силы привело к гонке зарплат. По-другому не бывает дефицитный рынок труда. Если говорить об нашем всем, но нефтянка не проиграла. А вот когда дело мы с вами будем поворачивать в сторону газа, там уже есть вопросы, потому что столько на экспорт уже не получается отправлять. Ну да, внутреннее потребление газа в России это две трети от добычи, то есть никто не помрет. Но какие-то новые большие стройки, проекты, новая разработка новых мощностей, и это все уже тормозится, мы видим сокращение инвестиций, строительство в том же Ямальском автономном округе. Я думаю, что и, ну уже правда Усинское месторождение, Вукты прежде всего, Вукты, он их газовый, они уже старенькие, да, там уже столько не добывается, но тем не менее риски некого сжатия не существуют. Скоро, я думаю, но не быстро, очень медленно. Будут нарастать проблемы и в угольной отрасли, уже сейчас в Кемеровской области мы видим торможение добычи уже минус, столько не вывезти, потому что вывозится теперь в основном на восток Обам не резиновый и Трансфильм не резиновый. Поэтому есть вопросы. То есть получается, что города второй России вот такие индустриальные, да, у них все весьма по-разному. Если же город, ну давайте возьмем какой-нибудь, ну давайте из второй России что у нас будет? Воркута, но она давно проблемная. Печора не просто проблемная, а ужас, 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 там вообще непонятные перспективы. Ну если взять такой вот город второй России по дороге, ну Котлос, допустим, да, Коряжма рядом, она работает, но хорошего тоже в лесопромышленном комплексе ничего особо не происходит. Там сжатие идет производство, потому что экспорт на Европу закрылся. Поэтому, если город совсем не промышленный, ну какой-нибудь там 50-70 тысяч райцентров, это скорее центральная Россия, это не Коми. Коми, почти все города, они связаны с промышленностью. Но там как жил на бюджетные деньги, так и живешь. Если народ стал побольше получать там какие-то пособия малоимущим, выплаты мобилизованным и контрактникам, то малый бизнес, который в этом городе существует, получает потребителя больше, ну у них как бы капитально ничего не меняется. Инфляция общая для всей страны, как бы ее там по регионам не мерили, шило, намыло, примерно все так и живем. Как по ростату на 7,5%, а в реальности, если изменить потребительский набор, то более бедных группы на все 12, потому что еда дорожала быстрее. А периферия, а что с ней может произойти? Ну что произойдет в каком-нибудь сельском районе республики Коми, хотя там лесоразработки, а там беда сейчас, проблемы большие. Ну давайте возьмем в Вологодской области какой-нибудь сельский район, там что происходит? В Ярославской. Ну жили люди с земли, так и живут. У кого картошка, кто грибы, ягоды собирает, перекупщиком продает. Тут вряд ли что-то может сильно поменяться. Пенсии индексируют. Так что я считаю, что перераспределение произошло между первой Россией, которая потеряла и структурно изменилась, и второй Россией, которая в большей мере все-таки приобрела. Но по доходам населения и по заработной плате вот это так легко не ловится. Хотя я вижу, что самый большой рост заработной платы, но не во всех, но во многих регионов с концентрацией отраслей военно-промышленного комплекса. Курган там зарплата в номинале, не с учетом инфляции, а в номинале, плюс 21%, там Чувашия и Мариэл, где там что-то делают тоже такое обороненькое, Пенза, Центрально-Российские области, Тула, Брянск, мама, ты моя, 17-20%, там да, ну и Омск тоже подтянулся, бронетехника нынче нужна. Наталья Васильевна, а мы видим влияние вот этих денег, которые выплачивают в виде компенсации тем, кто участвует в так называемой СВО, контрактникам и так далее, вот эти же деньги, они приходят в регион, вот дальше как они влияют на ситуацию? Ну не только эти, дорогой мой, ну а зарплаты растут везде, мне тут один уважаемый бизнесмен сказал, это сеть магазинов виноводочной торговли, одна из крупнейших, разноцветная и он сказал, что мы вот я объехал в Сибири сейчас эти точки, а он поставщик, и он сказал, что мы магазин хотим открыть и не можем, не идут продавцами на эту зарплату, но у меня мужик мобилизованный, мне зачем, я и так хорошо получаю, поэтому все тут очень интересно, не только мобилизованный, и зарплаты выросли у тех, кто занят ВПК, поэтому это не только выплаты, это шире гораздо, это действительно рост совокупного спроса, не маленький, а такого же предложения роста нету, приходится больше импортировать, рубль упал, все подорожало, вперед инфляция, и это продолжится в 24-м. Наталья Васильевна, простите, пожалуйста, у меня очень такое примитивное понимание экономических процессов, но то, что вы сейчас описали, мне очень напомнило вот ту ситуацию, которая была, когда я был маленький, я в 80-е годы, когда, ну, государству принадлежало практически все, если человек там был в погонах, он, в общем, был довольно хорошо упакован, упакован в смысле довольно благополучно, а, собственно, в потребительском плане это и дефицит, и, собственно, нехватка каких-то услуг, и черный рынок этих услуг, вот это, вот эта аналогия, насколько она имеет право на жизнь? Абсолютно неправомерно, абсолютно не так, в России нет дефицита, поставки идут, огородами, как угодно, хотите Кадиллак, вы получите Кадиллак, просто понятно, какие деньги, да, соответственно, это совершенно разные истории, Советский Союз конца своего, это экономика тотального дефицита, деньги печатались, зарплаты повышались, купить на них было нечего, потому что цены были регулируемые, сейчас цены рыночные, если чего-то не хватает, не к ноте будут сказаны эти яйца, которые же в зубах навязли, да, пожалуйста, на 39% выросла цена, и вот вам, пожалуйте, поэтому ситуация абсолютно разная, и власть постарается сделать все, чтобы не допускать дефицита, чтобы не было вот этого воспоминания о старших поколениях, о том, как они в очередях стояли за туалетной бумагой, и иже с нею, соответственно, у нас рыночная экономика, поэтому все регулируется ценою, и пока никакого дефицита мы не наблюдаем. Вот я смотрю, я подготовил такой набор заголовков, которые выходили у нас на новостной ленте в последнюю неделю нового года. Ограничение цен на яйца ввели в Забайкалье, в Новосибирске сдерживают цены на яйца перестанут после выборов, пиццефабрикам в пяти регионах грозят штрафы из-за высоких цен на яйца. Вот насколько велико будет у государства вот это искушение вручную порулить вот этими всеми процессами? Так оно давно рулит вручную, когда ситуация достигает какого-то уровня высокого риска. Но это временные меры. Хорошо, ну рулили гречкой, растительным маслом, ну и чего. Как только перестали рулить, там на сколько-то месяцев замораживали цены, они, ну, немножко подросли, но как бы пришли к балансу. Никто вам не сказал, что это будет рулить до морковки на заговине. Это временная мера. К выборам, да, вот хочется. Сейчас добавят беспошлиный импорт яиц, потащат из других стран. Это гораздо более гибкая политика. Да, сейчас цены на зерно вы видели, экспортная пошлина, экспортная квота, это тоже рулилка государства. Но как только вот сейчас цены на муку пошли вниз, а аграрий, бедолага, стал получать меньше дохода, ну, будут как-то переруливать. Сейчас, как бы, в современных условиях российская бюрократия научилась, как бы, как это называется, христову дню яички регулировать, но христов день закончится, да, и опять вернется к рыночному регулированию, к рыночному образованию. мне кажется, что вот когда это регулирование закончится и так далее, и люди как бы могут ожидать, что цены даже попадут вниз, ничего вниз не пойдет, как вот залетела наверх цена на яйца, такое на яйца. Здрасте, здрасте, ну, дорогие мои, про яйца не знаю, знаете, уже устала я вам рассказывать, что они выросли в объеме производства на 2%, только в крупнейших двух регионах производителей яиц Белгородской области, Мордовии, объем сократился на 4-6%, птичий гриб, ну, да, повымирало поголовье, и в каких-то местах, да, возникли даже, может быть, временные перебои, но это сугубо временные истории. Если же говорить по-серьезному, то, я же не оставила дома бумажку сейчас на даче, я могу сказать, что спустились вниз цены на растительное масло, на гречку. Как только меняется баланс спроса и предложения, производитель как-то все-таки ищет ценовой оптимул. Я вам не обещаю, что яйца подешевеют, может быть, и нет. У людей стало больше зарплата, курятины стали больше есть. Если у семьи растет доход, она потребляет больше животного белка. На картошку цены не росли, они даже малость сократились. Ну вот вам некоторые изменения структуры потребления такого вот среднего россиянина, у которого зарплата среднего по организации, мы не знаем, что вне организации, выросла в номинале на 13, почти на 14%. Ну да, курочки можно больше купить, яичко. Наталья Васильевна, хочу спросить у вас отдельно по отраслям, ну вот как-то недалекая для меня угольная отрасль, поскольку я из Воркуты и знаю, что вы много следите за ситуацией на Кузбассе, каким образом событие последних полутора лет повлияло на то, как изменились правила игры, например, для начала в угольной отрасли, что там важного поменялось? Мне надо посмотреть динамику за 11 месяцев, но вот не посмотрела, но там роста особо никакого добычи не было, но и падений не было. Почему? Ну, во-первых, напоминаю, что довольно быстро растет добыча в Якутии на Ильгинском месторождении, поэтому средняя температура по России это средняя температура по больнице, а там гораздо более короткое плечо перевозок и, соответственно, и везут лучше железные дороги, потому что ну, там не надо так льготировать, как кузбасский уголь, там большие льготы за счет РЖД, кто не знал, не за счет государства, а за счет РЖД. По поводу Воркуты, там же сменился собственник, ушла Северсталь, да, и вот сейчас это некая тенденция, угольные активы стали, если раньше они, особенно коксующиеся угли, прежде всего коксующиеся угли, их собирали металлурги под свою крышу, вертикальная интеграция так называется, сейчас частично их начинают продавать, приходит какой-то бизнес, порой угольный, порой не очень угольный, но поставки все равно идут в основном на Северсталь, коксующихся угли. Там хорошая новость, могу сказать, что только что посмотрела, в Вологодской области рост промышленного производства, а главное, это, конечно, там Северсталь. Соответственно, значит, уголек коксующийся туда должен идти более-менее ритмично. Но Воркутинский бассейн давным-давно санирован, выведенный из эксплуатации, многочисленные убыточные предприятия, где было в минус добывать, а не на дотациях жили. По-моему, осталась шахта Воргашорская, она самая эффективная бассейн. И может еще что-то, если вы скажете, буду рада. Но она будет поставлять на Северсталь, которая сейчас все металлурги практически восстановились, потому что гособоронзаказ огромный, стройка выросла почти на 8%, там металлоконструкции тоже, но у них увеличилась доля поставок на внутренний рынок. Наталья Васильевна, мы сейчас, нас смотрят уже почти 1800 зрителей прямо сейчас, и мне очень приятно вот зачитать один из комментариев, он лично к вам умрощен. Наталья Васильевна, передавайте, пожалуйста, здоровье и благополучие в делах. Прямо сейчас пишут в нашем чате. Перед началом эфира мы задали вопрос вот нашим зрителям, которые к нам присоединяются, что вы почувствовали, когда наступил 2024 год? И ответ распределились примерно так. Тоску 38%, надежду 29%, тревогу 27% и радость почувствовали только 4%. А если мы попробуем представить вообще российскую экономику в виде такого антропоморфного существа, в виде человека, вот с чем это существо, наша российская экономика, вступает в 2024 год? Это надежда, это какое-то вдохновение, это, ну я не знаю, желание подраться, проявить агрессию, или наоборот, это вот депрессия и очень плохое состояние? У бизнеса депрессии нету, он занят рациональным зарабатыванием прибыли и обеспечением выживания и даже у некоторых развития. Я у бизнесменов вообще не видела вот таких, может где-то у себя на кухне за глотком вискаря, там у них что-то проявляется, но в общении они все настроены абсолютно на развитие выживания, назовите как хотите, у бизнеса этого нет. Но обычных людей, ну мне трудно судить, у меня только одно сравнение, меня поразило в прошлом году, мы как раз буквально за день, за два, до Нового года перебираемся за город, меня поразило количество салютов, ну вот этих хлоп, как они, фейерверков, хлопаний и так далее, это было год назад, вы знаете, а в этом-то году было довольно тихо, может для кого-то стало более понятно, ну что это долгая история, в которой мы находимся, но в этом году было гораздо спокойнее, то есть ликование по поводу Нового года чисто в шумовом исполнении оказалось меньше и намного меньше, теперь по поводу тех, кто голосует на вашем канале, дорогие мои, и я тоже, и те, кто голосует, и вы ведущие, мы с вами все, нерепрезентативная выборка, пора выучить это слово сочетание, мы та самая первая Россия, которая, что это получше понимает, да, но мы нерепрезентативны, обычные люди, ну, я думаю, что они забили и по традиции с семьями, с друзьями встречают Новый год, не думая в ту сторону, каким он будет, они просто надеются на лучшее, мне так кажется. А у этой надежды есть основания? Это философский вопрос практически. Человек всегда надеется на лучшее, иначе бы он не выжил в предложенных условиях биологических и социальных. но другое дело, что надежда может быть слепой и надежда может быть рациональной. Я слепую не люблю, с рациональностью у меня, ну, более-менее, как бы, что-то есть, поэтому у меня нет больших надежд. Но третий вариант это спокойное понимание, что этот период надо пережить. Вот я с этим чувством иду в двадцать четвертый год, и принцип тупейший. Делай, что должно, и будь, что будет. Наталья Васильевна, еще один пример из республики Коми. Буквально пару месяцев назад компания Монди завершила сделку и продала крупный лесопромышленный комплекс, который есть в Сыктывкаре, вышла из российского бизнеса. Теперь этой компании нет. Я помню, как много лет назад эта компания только пришла, и на самом предприятии некоторые люди, те, кто как раз чуть больше понимали и знали, они радовались тому, что стандарты качества иностранной компании пришли в Сыктывкар, и теперь травм стало меньше, корпоративная культура повлияла на то, как себя сотрудники ощущали. Это было большое, много шагов вперед. Теперь компания ушла, и это не единственная компания зарубежная, которая за последние полтора года ушла из России. Как вы думаете, как это уход компаний, вот опять же, для меня самое важное, со стандартами качества, с процедурами повлияет в целом на экономику и то, как себя будут сотрудники ощущать? Первый вопрос, кто купил? Российский, ну естественно, в смысле, это внутри России осталось. Я сейчас найду название. Кто сейчас собственник? Кто собственник? Сейчас я найду, дайте мне полминуты, я найду. Нет, если это передано менеджменту более-менее, то особо ничего не изменилось, потому что люди уже приучены работать по более высоким стандартам. Беда-то там в другом, в том, что сузился очень рынок сбыта, проблем больше. Да, Эжва не так много вывозила, но целлюлозу вывозила, туалетная бумага шла вовнутрь в основном, но если сужается рынок сбыта, а на Европу он закрылся, то это очень большая головная боль даже для самого продвинутого менеджмента, потому что лесопереработчики, ох, они совсем-совсем не первые в очереди на погрузку. Да, им дали субсидию на логистическую, так называемую, но для крупных компаний она не покрывает их издержки, потому что она была фиксированная в миллионах рублей, но это слезы. Пробиться на другие рынки, которые давно уже как бы сложились, это дополнительные издержки, логистика выросла, зарплаты надо увеличивать, и в общем любому менеджменту, даже самому квалифицированному, в лесоперерабатывающем комплексе сейчас трудно, и это надо понимать, это объективные трудности, связанные с принятыми в 22-м году в феврале решения. Купила компания Cesar Invest девелоперское подразделение Cesar Group московские девелоперы. Ну, за дешево чего не взять. Это сейчас идет сплошной передел, я уже устала все реестр писала, потом в какой-то момент сломалась, ну, самые крупные я помню, но могу сказать, что, конечно, передел собственности идет фантастический, дешево покупается то, что принадлежало крупным глобальным компаниям. Давайте так, разделим, да, что в сектор приходит бизнес, который к этому сектору отношений не имел, если я правильно понимаю, да, соответственно, посмотрим, что у него будет получаться. Ну, отрасль в целом доходная, но сейчас у него проблемы. Вот нет однозначного ответа, но то, что менеджменту, в том числе топ-менеджменту очень тяжело сейчас, я в этом ни секунды не сомневаюсь. Месяца три назад один мой знакомый вернулся после нескольких месяцев отсутствия в России в Москву, и его первая эмоция, первое впечатление было такое, он мне звонит и говорит, Максим, мне кажется, что в Москве как будто новые 90-е, передел собственности такой, такие окна возможности открываются для тех, мягко скажем, кто похитрее, поизвилисти, пооборотисти, и говорит, и сейчас правила игры новое устанавливаются, вот это то, что я вижу. Ну, я не знаю, на чем его ощущения держатся, я могу сказать так, что по новым собственникам мы видим, что там очень часто люди, которые близки к власти. Компания Авалон, которая взяла уже не только калужский кластер автомобильный, но уже прикупила и питерское производство, корейское, она была главным в России поставщиком автомобилей, как автотрейдер, для госструктур. Дяденька, который, я ее фамилию не помню, который сейчас хорошо прикупил то, что оставлено шинниками, все же почти ушли в шинные заводы. Ну, где-то там сидит так нефть, у нее что-то, а где-то человек, который просто близок к власти. Поэтому, да, передел идет, это правда. Более того, он сейчас дополняется изъятием собственности в некоторых случаях и у российских собственников, и основания для этого изъятия непрозрачны. Ну, как в любое такое турбулентное время, мутная вода есть, и рыбок в этой мутной воде ловят. Будем смотреть на другое. для меня реперные истории, это российский крупный бизнес, сложившийся уже в конце девяностых. Вот если перераспределение пойдет и туда, я буду очень сильно задумываться, что меняется институционально в российской экономике. пока перехват активов очень дешево уходящих глобальных компаний, нормальный такой полурейдерский бизнес, и успешны в нем люди, у которых есть, давайте по-простому скажу, есть связи в местах, где принимаются решения. Вот и все. Я еще раз хочу продолжить мысль про отрасли. Я помню, спустя 3-4 месяца после событий февраля 2022 года многие экономисты прогнозировали сложности в нескольких отраслях, в первую очередь автомобильные и авиационные, и говорили, что вот санкции, другие условия, запчасти, и мы будем видеть, то есть первая реакция будет именно там. Но эти прогнозы, как мы сейчас понимаем, насколько мы видим, они были такие, больше, наверное, алармистские. Что на самом деле вы видите? Неправда. Автопром грохнулся. Ну, автопром-то грохнулся. Все ушли. А кто остался? Когда он поет «Пармосквич номер 6», ну, уже смешно, шильдик поменяли. Поэтому автопром в тяжелейшем провале Калужской области спад промышленного производства уже не такой сильный. Но я просто знаю, что там есть немало и оборонных заводов, не только автопром. Они фурычат. Калининградская область полеживает, там, ну, что-то производят, но не в тех объемах. Питерский кластер лежит. Ну, как бы с автопром все точно. С авиационной, имеется в виду, транспортной отраслью, да, это был некоторый алармист. тут вы правы. Алармист был связан с тем, что к Боингам и Арбасам нужны комплектующие. От шин до чего хотите. Ну, научились обходить. Тащат через Китай, ремонтируют в Турции. Ну, знаете, в начале марта представить вот так, что это будет так организовано, было довольно сложно. Поэтому, да, но проблема в чем? Понимаете, в чем дело? Как бы это вежливо сказать? все не перетащишь. Поэтому все-таки каннибализация идет. А они говорили, каннибализация это разбор, разборка на запчасти тех самолетов, которые, ну, уже, как бы, поломались. Мы масштабов ее не знаем. Так у нас и авиаотрасль, она же сжалась, за границу летают меньше. Внутри страны, кстати, летают больше. Это правда. Но у нас очень значим был международный транспорт авиационный, но он сжался. Поэтому, да, происходит какая-то балансировка. Но, например, насколько я знаю, сейчас я вспомню, по-моему, S7 или Уральские авиалинии, они продают 20 самолетов сейчас. Ну, все не так просто. Просто там работают профессиональные люди, которые пытаются по максимуму адаптироваться, искать пути поставок запчастей, да, и оптимизировать свой авиационный парк. Поэтому все идет, ну, не так, абсолютно не так алармистски, как виделось в марте 22-го года. Это правда. Я хотел бы немножко рассказать тоже о том, что у нас происходит в чате. Во-первых, нас смотрят 2700 зрителей, и, ну, чуть раньше мы говорили о надеждах. У нас внутри 7 на 7 есть своя надежда, что наши зрители будут конвертироваться в наших подписчиков. У нас есть очень грустная статистика, что примерно 96,7% людей, которые смотрят наши новогодние эфиры, не являются нашими подписчиками, поэтому у меня просьба подписывайтесь, пожалуйста, следите за нашими анонсами. У нас будет еще много таких же классных экспертов, как Наталья Васильевна Забаревич. А в чате у нас, и я это заметил по нашим прежним эфирам, довольно много людей с такой регионоцентричной картиной мира. И они очень интересуются вопросами, ну, скажем так, взаимозависимости регионов. Например, могут ли регионы преодолеть вот эту внешнеэкономическую изоляцию не все вместе, а как-то по отдельности. А есть люди, которые более радикально настроены и спрашивают, как может быть организована экономика в случае, ну, скажем так, распада России, о котором очень много говорят и внутри России, и за ее пределами. насколько это реальный сценарий с точки зрения экономики в случае, если ситуация пойдет, ну, вот не по сценарию там текучего российского режима. Слушайте, как меня уже достали эти разговоры о распаде. Я уже в одной из комментариев сказала, эй, уважаемая оппозиция, вы хотите испортить ваши отношения с теми, кто остался внутри? Это задают вопросы люди, которые живут внутри России. А они тоже понаслушались, да? Ну, давайте толдычьте про этот распад. Ничего кроме отторжения вы не получите, а те, кто остался внутри, не слушайте глупых речей. Пожалуйста, не портите себе карму, будьте рациональны. Я вас очень прошу, в каком распаде сейчас может идти речь, когда, в общем-то, все центрально организовано, экономика, бизнес, они имеют свои предприятия, сети, системы управления. Кто этот распад создал? Объясните мне, пожалуйста, как это может произойти? Если бы мне хотя бы сценарий показали, я бы подискутировала и сказала, что вот это не работает, это не работает. Нет, мне не дают сценарий, мне дают мантру. Будет распад страны. Ребята, идите лесом с вашими глупостями. Вот все, что я хочу сказать. Теперь по поводу регионов, которые не могут сами куда-то чего-то. Регион не является экономикой в понимании управленческого. Управляют госфинансами, бюджетом, управляют теми, кто работает в бюджетном секторе. Да, вот это он может. Регион не управляет экономикой. В экономике бизнес рулит или федеральные структуры, которые являются собственниками госпредприятий или предприятий с государственным контролем. Что может регион в экономике? Улучшить правила игры чуток, да, чуток. Но эти правила игры в первую очередь определяются федеральными структурами. Хоть вы тресните и следственный комитет, и налоговая, и прокуратура, и все эти надзоры, как ночь будет сказано, все они федеральные. За что отвечает регион? Ну, за выделение там землицы для строительства, улучшайте, лучше вам будет, да, за некие нормы градопланирования, это уже муниципальный уровень, хорошо, за внутри региональные дороги, ну, стройте, если деньги есть. За это да, но базовая инфраструктура, простите, создается за федеральные деньги, и вы это прекрасно знаете. поэтому регион по-настоящему экономический агент только в части своих бюджетных расходов и плюс некоторых достаточно узких возможностях давать какие-то налоговые льготы, преференции бизнесу, чтобы его как-то привлекать. И то опять они Минфином все эти льготы, преференции очень жестко ограничены. Времена имени господина Абрамовича, когда обнулялся налог на прибыль на Чукотке, и все трейдеры Сибнефти были прописаны по Чукотке, и уж как цвела Чукотка, потому что он делиться-то умел, из 3 миллиардов рублей доход Чукотки, бюджета Чукотки, за 2 года Абрамовича вырос до 17 миллиардов рублей. Я эти все цифры наизусть помню. Так вот, все этого больше ничего нету. Поэтому регион в масштабе всей экономики неэкономический агент. Пожалуйста. Наталья Васильевна, я помню, 2016 год, декабрь месяц, вас пригласили в Сыктывкар прочитать лекцию, у меня два воспоминания. Собственно, я был на этих лекциях, помню, первое, туда пришли уважаемые чиновники и политики, министр финансов Республики Комин был, и мэр города был, в общем, пришла вся политическая, экономическая элита послушать вас. Я помню, что, если совсем обобщить, один из выводов на той лекции был, берегите Сыктывкар, берегите столицы регионов, которые вытягивают за собой региональную экономику в целом. Вот прошло семь лет с того момента, у нас вот реалии 2023-2024 годов. Каким образом, собственно, вот эта вот ситуация изменилась за эти семь лет? Действительно ли до сих пор столицы регионов за собой тянут экономику всего региона в целом? Я не про экономику говорила, я говорила не только про экономику. Сыктывкар, слушай, если мы выкидываем Эжву, ну что там в Сыктывкаре экономического-то? Ну, слушайте, ну, мне лапшу-то на уши довольно сложно найти. Да, какой-нибудь этот самый домостроительный комбинат, пищевка, Эжва, это, в общем, ключевой актив. Ее беречь не надо, она сама справится, лишь бы конъюнктура поменялась. Сыктывкар, почему я про него говорила? Это центр модернизации в значимой степени, потому что здесь университет, здесь какие-то культурные инициативы, револьт-центр, это все-таки очень серьезная культурная институция, да, здесь более продвинутое население, оно менее завязано на крупную компанию. Пойди-ка повякай, где-то там, не знаю, на Вуктыле или в Усинске, что-нибудь скажи против Лукойла или Газпром, чего-то там, да, тихонько, тихонько. Это немножко более свободный город. И как столица, он все-таки, пусть не очень сильно, он притягивает население своей республики, что дает возможность, ну, хотя бы не сжиматься демографически, он сохраняет то, что есть, или чуть-чуть растет, потому что у вас уже там естественная убыль по всему региону, да, не здорово. Поэтому здесь как бы место, которое республику модернизирует. Если раньше это были Ухта, Воркута, вот такие вот крутые, крутые, деньги есть, ребята чисто конкретные. На выходные на самолете в Москву в ресторан слетать. А то, а Сыктывкар была такая деревня, деревня, я когда приехала, эти деревянные, как они, тротуары, да, эти домухи покосившиеся, после Ухты Сыктывкар казался глухой деревней. Был контраст безумный, потому что города нефтяников, шахтеров, ого-го. А сейчас ситуация меняется, и давно уже меняется, и надо понимать, что ценность столицы как вот драйвера неэкономического развития, драйвера модернизации, еще раз позвольте мне так уточнить, она важна. Теперь по поводу начальников. Ну, я много считаю региональным управленцам, это часть моей работы, они приглашают, я с этими цифрами устраиваю, как бы, это называется внешняя экспертиза, и люди понимают, что она бывает полезна, и я в меру сил пытаюсь ее делать. Главное не ругаться, а показывать, что вот тут, наверное, надо бы как-то вот позадуматься. Но для коми сейчас 23-й год очень плохой, и они это все прекрасно знают, потому что это и промышленный спад, если мы в основном, конечно, прежде всего за счет добывающих отраслей, вот, это инвестиционный спад, это очень сильный спад строительства, я даже цифры называть не буду, вот они у меня все выписаны, готовясь к передаче, я, конечно, полезла, все посмотрела, вот, это, и, скажем так, очень медленный рост того, что растет по всей России, ну, вот, ваша аудитория сказала, что она тосковать, печалиться будет, а такой обычный россиянин, он решил абстрагироваться от происходящего, я уже на всех углах говорю, что общепита в России осенью уже был рост на 14%, сейчас подзатухло немножко, плюс 12 за январь-ноябрь, 11 месяцев, но это в реальном выражении все равно очень много, доходы выросли, машин купить не можешь, слишком дорого, ипотеку, кто мог, кто не, а кому и не надо, а покушать, а выпить, а посидеть, вот она Россия, матушка, а у вас плюс 2, не кушается, не пьется, и не очень сидится, потому что экономическая ситуация в регионе, ну, скажем так, вообще весь северозак, не вы одни такие, Карелия, Архангельская, вот вся вот честная компания, вы прям как вот тройка птица, только не летите, а так слегка ползете, потому что это и лесопереработка, это и добыча, где она есть, и там вот все как-то, северо-запад самый сильно, я уже повторяю, в сотый раз, самый сильно пострадавший регион, именно от Саунса, да и ненецком добычу упал, потому что, ну, как бы, тащить далеко, и в общем, короче говоря, вы, как это называется, вы в мейнстриме северо-запада, можно ли так, может быть, несколько стебно, но скажу, вот как-то так, но единственное, что зарплата растет более-менее в темп средний по стране, страна плюс 14 уже, в номинале, не кидайте меня гнилыми помидорами, в номинале и только по организациям, то есть, это крупный, средний и малый бизнес организаций, это 44-43 миллиона занятых из более чем 70 занятых, поэтому, что там с остальным без малого тридцатником, мы не знаем, статистика нам это увидеть не позволяет, но доходы населения, правда, растут медленнее, чем в среднем по стране, но заработная плата тоже немножко медленнее, но терпеть можно, короче говоря, северо-запад сейчас и не гуляет в общепитах кафе, рестораны, байл, видимо, по той причине, что люди осознают, что не все здорово в Датском королевстве, но могу сказать, что республика Коми, позвольте, я не назову источник, но мне это сказали, полностью выполнила план по контрактникам, когда с работой люди идут туда, куда они идут. Где платят, к сожалению. Где платят. Как вы правы, именно так. Если вы смотрите нашу трансляцию, до сих пор не поставили лайк, то самое время. Я хочу задать один из вопросов, который нам написали наши зрители в чате, он из Казани. Наталья Васильевна, возможен ли феномен развитой экономики в условиях изоляции? Нет. Ответ короткий из трех букв. Но приличных. Нет. Так не бывает. Мы сейчас очень много говорили про северо-запад, но вот у нас очень много вопросов про Омск и Иркутск, про такую центральную, восточную Сибирь. Что-то там сейчас происходит. Вот если опять же сравнить с той же самой Коми, это какая тенденция? В Омске хороший рост обрабатывающей промышленности. Мы все примерно понимаем, про что это. Но это не только броневые машины пехоты. Там и шинная держится, и переработка нефти, она не падает практически. Поэтому с промышленностью там более-менее нормально. В Иркутской области, и по памяти говорю, потому что у меня нет перед глазами всех данных, там есть вопросы по добыче нефти. Было некоторое снижение. Но это может быть связано ни с какими не с санкциями, а с тем, что каждое месторождение, ну тем, кто в Коми, объяснять, наверное, не надо. Каждое месторождение проходит несколько стадий крупные. Это инвестирование, это рост добычи, это выход на плато максимум. А потом месторождение начинает истощаться. Может быть, в Иркутской области так, но с целлюлоза бумажными делами все в порядке в них, на Китай все идет, и на контракты на несколько лет. И в общем, я бы сказала так, Восточная Сибирь и Западная Сибирь на фоне Северо-Запада в целом лучше. Но надо понимать, что в разных отраслях, по-разному раз, надо понимать, что сейчас непростая очень ситуация с доходами и бюджетов регионов, потому что, ну, во-первых, давайте так, по порядку. Те, кто зарабатывал сам и получал немного вот этих трансфертов, помощи, они, у них очень многое зависит от налога на прибыль. А он скачет, как сумасшедший. Один год, другой год провал, потому что там эффект базы и все прочее. по КОМИ, беда с налогом на прибыль, потому что в прошлом году он был хороший, а в этом году он, к сожалению, в КОМИ, ну, если там с досчетами, с дополнительными выплатами, то по нуля, в рублях, не забудем про инфляцию, а если без досчетов, то он упал. В Иркутской области, по-моему, там тоже с налогами не все здорово, но мне трудно сейчас сказать, мне надо лезть в мои экс-сельные таблички. Омская никогда не жила хорошо, но там никогда не было и больших трансфертов, как и у КОМИ, не было больших трансфертов. Считается, что Республика КОМИ сама себя прокармливает, ну, чтобы вам было понятно, ребята, вот давайте, просто одну фразу. Если взять все налоги, собранные на территории Республики КОМИ, вот за январь-октябрь этого года, 80% пошло в федеральный бюджет и 20% осталось на территории в бюджете КОМИ, потому что базовый налог это НДПИ на добычу полезных ископаемых. Все нефтяные регионы кормильцы федерального бюджета. И вы один из них. А возможно ли ситуация в какой-то гипотетической России будущего, в которой вот это соотношение, ну, в которой регионам будет доставаться больше того, что они заработали сами? Или же это проклятие как бы? Давайте я вам альфметическую задачку. Вы же не можете создать закон, который будет таким. в республике КОМИ оставлю 30%, в Оренбургской области оставлю 25%. Вы не можете, правильно? Вы должны делать единый закон для всей страны. Так? Потому что у нас не позволяет налоговый кодекс вот такие вводить индивидуальные. Ну, это нормально. Тогда смотрим дальше. Ну, вот хорошо. Давайте оставим, как было раньше, когда было 50 на 50. И КОМИ себя при Спиридонове очень неплохо чувствовал. Потом оставили 12%. А потом ноль. Дырку от бублика. Весь налог на добычу полезных ископаемых пошел в федеральный бюджет. Ну, давайте решим. Ну, пусть оставим 10%. Ну, пойдем по шагам. Тогда у нас с вами. И без того небедный Ямал и Ханты-Мансийский округ, которых ободрали как липку, правда, сильно. Но они и так под душевой бюджетной обеспеченности и Ханты уже нет. А Ямал все еще на 50% в среднем стране. Туся наша, столица нашей Родины, город Москва, где вот сейчас по этим 10 месяцам налог, который идет, пишется, его изъятие по Москве, потому что там сидит Роснефть, ну, вы все поняли, суркоин. Ну, оставим его немножко в Москве. Так она же лопнет от денег. Вот, понимаете, нет простого решения, когда мне люди говорят, вот все, мы отдадим налоги региону. Ну, ну, попытайтесь. И что будет? Богатые станут еще богаче. Коми выиграет, Оренбург выиграет, Иркутская выиграет, то, что это не так много уже сильно добавится, если, допустим, 10%, а им важно. Но тогда что делать с теми, кто и так жиром намазан? Объясните мне, пожалуйста. У меня нет ответа. Поэтому простого решения нет, как и с налогом на прибыль, который сейчас вот отщипнули еще в федеральный бюджет. Ну, во-первых, он дико нестабилен. Бывает, как это, то пусто, то густо. Гуляет он. Были люди, которые говорят, давайте все, весь этот налог на прибыль отдадим в федеральный бюджет, а потом он вам вернет. Ну, так рассказываю. В 23-м году за 10 месяцев объем трансфертов безвозмездной помощи, межбюджетных трансфертов регионам России в рублях сократился на 4%. Вот так решил федеральный уровень. И пострадали более всего средне развитые регионы. У богатых эти трансферты и так вот там. А вот те, которые средне развитые, относительно развитые, как КОМИ, да, ну, поскольку сырьевой регион, ну, да, у вас трансферты, ну, давайте, я вас расстрою, сократились на 28%, не на 4%. Ну, вот вы все и поняли. Поэтому нет простого решения. Вот, уважаемые слушатели, вот как раз то, что касается бюджетных и налоговых дел, вот в трансфертах я знаю простое решение. По формуле перераспределять. В зависимости от уровня развития региона. А не потому, что у нас есть новые территории, на которые пойдет каждый 9-й рубль трансфертов. И все упали. По формуле перераспределения оно хотя бы дает региону понимание, что он получит. И какой-то более долгий взгляд на бюджетное планирование. Но это ж так неудобно. Ну, что вы. Гораздо лучше субсидии ведомственные раздавать. И каждое министерство надув щеки, собирает людей профильных из регионов. И с ними объясняет им вот сколько они получат. И какие-то у них ведомственные есть методики расчета. Вы их знаете? Нет. И я их не знаю. Поэтому велика себя тайна есть. Поэтому так вот мы живем. Учитывая то, что всех этих людей тоже сейчас назначают через министерство, это совершенно комарилью получается. Это тотально. Нет. Но назначают в основном не всегда, но часто местных. хотя это ни разу не команда получается, потому что каждого назначают профильное министерство. Оно не утвердит, если что-то не так ему покажется. Поэтому сейчас степень вертикализации, она уже давно зашкаливает. А сейчас как бы, как бы вам сказать, отстаивать интересы регионов могут только отдельные из них. Например, Татарстан. коми уже не может. Она может только просить. Подайте, дяденьки, на вспомоществование. Ну, вот как-то так. Наталья Васильевна, еще две, про две специфические зоны хочу вас спросить. Первая это российский юг, Краснодарский край и другие регионы, где так или иначе развит туризм. Что происходит с этой отраслью, с этими регионами в последний, ну, не знаю, в последний сезон? Что там можно об этом сказать? Краснодарский край прет в этом отношении. Слушайте, во-первых, у нас заграничный туризм усох. Во-вторых, как вы понимаете, в 23-м году Крым перестал быть столь привлекательным местом для... Хотя отчаянно не надо. Буйных там много в России, да, они ехали. Но Краснодарский край, в общем, получил от этого большие бонусы. Цены на жилье, частные гостевые дома, это главный наш туристический регион, это абсолютно неотменимо. Даже если там что-то будет не так, не сяк, не этак, но Краснодар-то внутренний российский регион, Черное море тоже никто не отменял. Поэтому да, они растут, у них аграрный бизнес очень мощный, невероятно мощный. Поэтому это очень устойчивый регион, но что там происходит сейчас? Вот весь 23-й год мы видели с вами этот ипотечный бум безумный, который казалось ему конца не будет, но все, сейчас он потихонечку начинает, очень медленно начинает сдуваться. И видимо девелопмент российский это почувствовал раньше, но и Краснодар, который давал 7% всего ввода жилья в стране, это с дачей, вместе с дачей, дачей, ЖС, многоэтажей. Он сейчас пошел в минус, стал меньше выводить жилье, но там вторая причина. Столько народу хочет переехать на теплый юг, а в основном не молодого народа. Ну, слушайте, ну, что такое шахтер воркутился прежние добрые времена, отпахал на этих крутых северах, накопил где-нибудь себе домик на Кубани, а если хорошо накопил, что где-нибудь на Черноморском побережье, прикупил. Модель-то не меняется. Модель не меняется. Другое дело, что сейчас, слава богу, прописки нет, и многие, у кого дети учатся в крупнейших наших федеральных городах, они прикупают в Питере под Питером, в Москве под Московскове, потому что ребеночку-то потом надо будет где-то жить, ну, и мы тут недалеко. Поэтому, если раньше там просто не покупали особо, а как пропишешься, вы помните, этот институт прописки ограниченный, сейчас стало легче. Поэтому, самый крупный регион по вводу жилья в стране в разные годы от 11 до 13 процентов, это даже не Москва, это Московская область. Наш все. Поэтому главные тренды не меняются уже лет 20, а то и 25. И мне очень, с одной стороны, легко работать, в отличие от макроэкономистов, потому что инерция высочайшая. С другой стороны, вот в эти 2-3 года, ну, давайте так, с 20-го, скажем, надо считать практически ежемесячно, потому что есть тенденции, которые быстро меняются. и вот я думаю, что, ну, раньше или позже все-таки это закончится, то, что мы тремя буквами называем, и вот я буду просто ежемесячно смотреть, как будет адаптироваться в регионах российской промышленности и сократиться и сократиться ли поток бюджетных денег, потому что сейчас это пузырь, могучий пузырь. Я буду смотреть, как он будет сдуваться. Ровно так же сейчас пузырь в жилищном строительстве, он уже сдувается по этому году, по 23-му, вот жилья практически не вырастет относительно 22-го. Стройка пока прет, но и все равно мы уже видим, что ноябрь замедление. Вот сейчас мы смотрим оттенки, не сколько там 50 оттенков серого, а 50 оттенков от черного до белого. И это дико интересно. Вторая зона, про которую я хотел спросить, вы не упомянули уже, это так называемые 4 новые территории, и получается каждый 9-й рубль из трансферта всего туда уходит, из общей суммы. Ну я вам сказала и сказала, да. Да. Что можно сказать про как бы позитивный, если так можно выразить, сценарий развития экономического этих регионов и негативный? То есть вот какая вилка сейчас существует в 24-м году для этих 4 территорий? Детский вопрос. А вы мне их границу можете указать? Ну никто не может, мне кажется. И вы все поняли. И вы все поняли, да? По ним нет социально-экономической статистики. От слова совсем. По ним есть бюджетная статистика. Но она не всегда доступна. Что-то я знаю. По ним есть четкое распределение опекунов или шефов. Все субъекты федерации имеют план по главу. Каждый из них. Ну я только не знаю, может еврейская автономия не имеет. Ну вот что-то совсем удаленное. Но такая вот даже сибирская Россия тоже. Не вся, не знаю. Тыва, наверное, не имеет. Думаю, что так. Тут не моя епархия. Но у регионов как бы более-менее европейских, уральских, точно. Есть план, сколько школ, больниц, чего-то еще, дорог, котельных. Они должны построить за счет своего бюджета на этих территориях. Для крупных регионов счет идет на миллиарды рублей. Что там останется, я не знаю. Я бы сейчас... Ну, ребят, ну такой смысл комментировать ситуацию про экономику, да, в условиях продолжающихся военных действий. Прямо сейчас погуглил, республика Тыва взяла шество над городом Свердловском в ЛНР. Даже они. То есть я даже запомнил, что им... Так это норма. Значит, это на всех распространяется. Слушайте, ребят, это скрепа. Какая же я глупая. Я не подумала. Дело же не в количестве денег, а дело в том, что это скрепа. И у каждого будет хоть что-то. Видимо, так. Скрустнул. Олег, скрустнул. Мне, правда, очень печально это слышать, потому что мне бы хотелось, чтобы Россия в своих международно признанных границах развивалась, и все остальные страны, как бы тоже развивались в своих границах. Мы сейчас поставили маленький рекорд. Спасибо вам, Наталья Васильевна. У нас 4 тысячи, ну почти 400 зрителей. Я хочу к ним обратиться. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Пожалуйста, смотрите наши новости. Мы стараемся отслеживать ситуацию в российских регионах. И у меня вопрос про безработицу. с одной стороны безработица рекордно низкая, с другой стороны мы понимаем за счет чего. Мы можем только догадываться за счет чего, назовем это так. Уже все, кто говорящие головы, и не просто головы, а умные головы, уже все это объяснили. Ну, демографическая яма главная причина. На 30% меньше поколения входящих на рынок труда. ну что вы хотите, чем те, кому сейчас 35, допустим, 33. Второе, мобилизованные контрактники. И третье, то есть не производительная занятость. И третье, по уехавшие, количество которых бесконечно преувеличивают, потому что очень многие вернулись. Во всяком случае, уральские, сибирские регионы, крупные города, не регионы, правильно говорить, крупные города, поволжские, очень многие вернулись из Казахстана. Ну, три четверти, по уехавшим на страхе, вернулись. Чтобы было понятно. Ну да, те, кто по политическим мотивам, активисты, ну куда им возвращаться? Это под статью. А просто испугавшиеся, ну, очень многие вернулись. И, в общем, я думаю, до 20 какого-то марта, я число не помню, они могут более-менее спокойно оставаться в России, а дальше ушки на макушке. Но вопрос у меня был немножко в другом. Тем не менее, проблема это безработицы, низкая безработица, и, соответственно, нехватки трудовых ресурсов, она существует, о них говорят и губернаторы, и мэры, и руководители каких-то крупных предприятий. А что будет происходить с внешней миграцией в Россию, с привлечением трудовых ресурсов? Потому что у меня вот в прошлом году возникло ощущение, что Россия не хочет видеть мигрантов. Будет ли эта ситуация меняться? Ну, это ответ очень простой. И хочется, и колется, и мама не велит. С точки зрения политической, ну, ведь так же, да, наше население ксенофобское, оно столько мигрантов видеть не хочет. С точки зрения экономической, они нужны, как воздух, потому что это рабочие руки для низкооплачиваемых зон рынка труда. Ну, вот между этим наша власть и шарахается. Туда, то сюда. Дополнением 22-го года и 23-го стало облегчение получения гражданства для выходцев из стран Средней Азии. Но то, как ты, парень, как получил гражданство, ну, так и первый шаг твой не на рынок труда, а военный билет. Правильно, военкомон. Вот для чего облегчали. Это не про рынок труда. Вы должны это понимать. Что еще? Ну, жители Средней Азии, они же очень четко считают, как любой нормальный экономический человек, выгоды от пребывания в России. И вот сейчас я вам могу сказать, что если первые полгода 23-го года миграция, сальто миграции, то есть прибыло минус выбыло, была где-то восстанавливалось на уровне хорошо 2019-го года, то есть до всех этих дел, то сейчас я увидела мама, а вторая это половина года, я уже по сентябрьским данным заметила, а сейчас это уже октябрь, всего лишь 176, по-моему, тысяч человек, то есть по году, ну, грубо, будет меньше 200 тысяч человек. стандарт для России 220-250, то есть мы уже не догоняем, и причина здесь базовая, очень понятна, рубль упал, соответственно, количество денег вы же из рубля конвертируете в доллар, из доллара ваш сом или сунь, и, ну, получилось то, что получилось, поэтому, судя по всему, при таком низком рубле, пока не упадут валюты этих стран, и я за этим не слежу, к сожалению, но будет не особо выгодно ехать в Россию, вот так я бы сказала, поэтому рынок труда действительно в тяжелейшей ситуации, первый выход из этого результат понятен, ну, просто даже, по-моему, школьнику, если у вас сокращается численность рабочей силы, вы уже вычерпали с этого рынка всё, то у вас экономика будет гораздо медленнее расти, спасение одно, и вы узнаете, резкий рост производительности труда, ну, и будем смотреть, как у нас там с производительностью труда дело пойдёт, на новом оборудовании, на новых технологиях, ну, и я уж тоже ёрничаю, конечно, нет, где-то она вырастет, без сомнения, но, как бы, понятно, что этот путь нелёгок, и, скажем так, и оборудование это надо тащить огородами, а раз так, оно дороже будет, раз, и рубль упал, уже не про мигрантов, а про оборудование, значит, ваши издержки существенно растут, и зарплата работнику, потому что переманивать надо, тоже растёт, вот сколько бизнес продолжит развиваться, пока ещё относительно быстро, на вот этих возросших издержках, я скажу так, гражданский бизнес будет захлёбываться раньше, бизнес, который питается из бюджета, сколько денег дадут, так и будет развиваться, поднимет ещё зарплаты, перетащит из гражданских секторов, и этот флюс, пузырь, называйте его, как хотите, он может продолжать делать своё дело. Наталья Васильевна, очень много комментариев и слов поддержки с благодарностью у нас в чате, нам время заканчивать, я просто хочу последний вопрос зачитать, он такой, полу-юмористический, что ли. Наталья Васильевна, если бы вы писали книгу или научную статью, то как бы начиналась или называлась статья или глава про 23-й год в ней? Я сейчас вот сижу, что я считала-то? Я сейчас сажусь писать статью, у меня две статьи надо за месяц написать. Ну, я вообще-то называю такого рода тексты, как это, я забыла, не виды на урожай, а весть из полей. Был такой сюжет, да, это выросло так, это упало так. Если всё-таки абстрагироваться от вестей из полей, то коллеги уважаемые называют это так. Почему российская экономика выстояла и даже росла? Ну, это не моя епархия, это макро. Моя епархия, регионы, я бы назвала так. Восстановление после 30 лет или 20 лет унижения дарит кому-то радость, но стране от этого лучше не будет. Я имею в виду регионы, вот пока. Я бы сформулировала культурно, вы застали меня врасплох, но вот смысл этого, вот счастье за счёт других, это неправильное счастье. Вот как-то так. И территориально тоже. позже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!